К другим темам. На науке в Новосибирской области инвесторам можно зарабатывать миллионы. К такому выводу пришли некоторые эксперты международного финансового рынка. Наш корреспондент Александр Куршев выяснил, кто и как делает деньги на высоких технологиях. По мнению ведущих финансовых аналитиков, в России только 1% знает, что такое акция и как на ней зарабатывать деньги. Для многих тема биржевых торгов закрытая, табу, обманут. А ведь об этих вещах в России только сейчас стали говорить по-настоящему, на государственном уровне. С верхних этажей башни Санкт-Петербург в Москва-Сити лучше видно, что сегодня происходит с российской валютой. В деловом центре сосредоточены крупнейшие отечественные и международные корпорации. В последнее время рубль испытывает колоссальные перегрузки. Обвал нефтяных цен, санкции Запада. Но отечественная экономика держит удар. По мнению Марка Гойхмана, специалиста в области ценных бумаг, главный актив Новосибирской области – это научный потенциал. Разработки ученых не должны лежать на полке. Их необходимо внедрять в производство. И инвесторы готовы тратить на это деньги. Потенциал интеллектуальный в Новосибирске выше, чем в других регионах. И это создает задел для того, чтобы при развитии высокотехнологичных, даже может быть не только производства, услуг, цифровая экономика, то, что мы сейчас говорим, культурное развитие, здравоохранение. То есть то, на чем сейчас сосредоточено, можно сказать, столбовое направление мировой экономики, это у Новосибирска в потенциале, на мой взгляд, выше, чем в других сибирских регионах. Новосибирские ученые и региональное правительство начали работать над планом комплексного развития Академгородка и созданием Центра синхотронного излучения. Эту инициативу поддержал и президент России Владимир Путин. Цена вопроса – 40 миллиардов рублей. За пять лет сибирская столица может превратиться в инновационный поезд, объединяющий техно- и биопарки с образовательными учреждениями. У региона есть все шансы выйти на мировой уровень в медицине, химической промышленности и информационных технологиях. Мы обязательно будем создавать здесь у нас лучшие условия для исследований, современную, надежную, хорошую инфраструктуру, в том числе и удобную для жизни работу. Инвесторы встанут в очередь, уверяют финансовые аналитики. Инвестиции в науку очень быстро окупаются. Александр Коршев и Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Теперь это видео.